Доброе утро! Сейчас мы снова шагаем с нашей душкой, которая любит приключения, но с ней уже все в порядке. Вчера мы ехали самый последний конкурс, 110 сантиметров, и на разминке ложь от себя вела как-то непонятная, но была какая-то очень бешеная, все время куда-то перло, на маршрут мы проехали чисто и заняли второе место. Но это как бы, не знаю, я осталась недовольна тем, как я проехала, потому что мне казалось, что ложь меня постоянно куда-то тащит. Но со стороны сказали, что я ехала хорошо. Я не знаю, как судить себя. То есть мне не нравилось то, что она вытаскивала меня, как бы седла и тащила куда-то. Сегодня мы опять едем 110. Народу у нас еще дофига. У нас с перебрыжкой, кстати, маршрут, поэтому должно быть как-то полегче. Я надеюсь, что мы сегодня проедем хорошо. Поезде как в первый день соревнований, по чистоте, как вчера. Ну, то есть чисто. И маршрут и перебрыжку я хочу проехать хорошо, чисто, спокойно, ровно. И чтобы, ну, удовлетворить свои потребности, я не знаю, как назвать. То есть хочу, чтобы меня все устроило, как я проеду. Вечером мы смотрели мощность. Это было что-то. Правда, людей, короче, там было мало. И почти все отсеялись после 140. Точнее, один после 140. Нет, второй после 150. Потом 160 принялись все. А 170 уже только один человек. Ну, как бы, люди сбивали перед барьером, который максимально высоты. И они выбывали. Поэтому победителем стал Андрей Лилченко. На какой-то лошади бегут. Очень длинная кличка. Потом в 7 часов проходило выступление Кремлевской школы верховой езды. Это тоже было нечто. Меня особенно впечатлил и номер, где на голых лошадях, ну, то есть на кордеване, выехали, и лошади абсолютно адекватные, спокойные, галмопом, рысью, шагом, стоя на месте, что угодно. То есть это меня поразило. Я думаю, люди, которые любят заниматься вот такими методами, можно туда пойти, в принципе. Только придется очень долго приучать лошадцу и ко всем, видимо, ситуациям. Потому что это реально, ну, я не знаю, я считаю, что это как соревнование для конкуристов или как троеборца. То есть ты просто выступаешь, и это видят люди. А вот, я не знаю, вот у меня нет такой фигни, что я хочу заниматься чем-то, что могу видеть только я. Ну, то есть я считаю, что это бесполезно. Заниматься только ради себя все равно в какой-то мере хочет, чтобы это увидели и оценили. Так вот, там лошадь умеет лежать, сидеть, причем абсолютно спокойно. Я вообще просто в шоке. Лошадь взяла и легла. Вот прям просто лежа лежит такая. Потом взяла, да и села. Один какой-нибудь там умеет улыбаться. Ну, в общем, это очень красиво, очень захватывающе. Чуть сердце не остановилось, честно слово. И сейчас наш конкурс самый первый. Я надеюсь, что я смогу взять все, что от меня зависит, и все будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!